Можно ли худеть с алкоголем? Какое количество не вредит здоровью? Что делает пиво с половыми гормонами? Как винишко помогает французам жить дольше и поможет ли оно вам? Сегодня рассмотрим алкоголь с научной точки зрения, не предвзято по фактам. А в конце я расскажу, почему совсем не пью с 2005 года и чего мне это стоило. С вами Андрей Невский, нутрициолог и основатель школы комфортного похудения. Начинаем! Частое заблуждение среди худеющих. Спиртные напитки несовместимы с похудением и от них обязательно нужно отказаться хотя бы на время. Есть много причин прекратить выпивать, но если винишко – неотъемлемая часть вашей жизни, то оно никак не помешает вам нормализовать питание и скинуть лишние килограммы. Но обо всем по порядку. Существует понятие «стандартный напиток». Его используют в ряде развитых стран, включая Францию, Испанию, Польшу, Австралию и другие. Это условная доза алкоголя, содержащая 10 граммов чистого спирта. Например, пол-литра светлого пива – два стандартных напитка. 50 граммов водки – тоже два. А бокал сухого красного вина на 100 мл – один стандартный напиток. Прежде чем мы продолжим, поставьте на паузу это видео и прикиньте, сколько таких стандартных напитков выпиваете за неделю. Чуть позже расскажу, как эта информация вам поможет. Алкоголь – это депрессант. В небольшой дозе вызывает эйфорию, снижает тревожность и повышает общительность. В большой – ступор, потерю сознания и прочие прелести. Что такое алкоголь? Это любой напиток, содержащий определенный вид спирта – этанол. Не путать с метанолом, который почти неотличим, но приводит к серьезному отравлению, слепоте или даже смерти. Этанол не наносит такого вреда, потому что наш организм умеет его метаболизировать, изменять структуру и выводить молекулы спирта. При этом выделяется энергия. Поэтому, кстати, алкоголь нужно учитывать при похудении, ведь он тоже содержит энергию – 7 калорий на 1 грамм спирта. Это почти вдвое больше, чем в углеводах или белках. Так вот, организмы разных людей метаболизируют алкоголь с разной эффективностью. Наверняка вы знаете тех, кто пьянеет очень быстро и наутро всегда страдает от похмелья. И других, кому даже абсент нипочем. Так по-разному работают ферменты, расщепляющие спирт и его метаболиты. Отчасти поэтому некоторые люди вообще не получают удовольствия от алкоголя, другие жить без него не могут, но пьют понемногу, а третьи очень быстро спиваются. Например, на женщину тоже количество алкоголя будет действовать сильнее, чем на мужчину того же веса. У женщин, в принципе, меньше воды в организме и менее эффективный фермент, расщепляющий спирт в желудке. В итоге больше этанола попадает в кровь, женщина быстрее пьянеет и имеет более высокий риск повреждения мозга, печени и сердца. Раз начали про эффекты алкоголя, то давайте про гормоны. У мужчин алкоголь нарушает синтез тестостерона и производство сперматозоидов. Кроме того, он ухудшает структуру сперматозоидов и их подвижность. А значит, зачать ребенка становится сложнее и опаснее. Из-за алкоголя возрастает риск рождения малыша с неожиданными особенностями строения и развития. У женщин алкоголь тоже снижает фертильность, может сбивать менструальный цикл и повышать риск выкидыша при беременности. Вы можете подумать, что речь идет только об алкоголиках, которые пьют каждый день и помногу. Но вынужден вас расстроить. Даже 3-5 порций пива в неделю могут принести такие неприятности с гормональной системой. Но как же так? Ведь винишко полезно. Вон французы пьют его каждый день и чувствуют себя хорошо. Авторы знаменитого исследования 1992 года утверждают, что французы реже страдают от ишемической болезни сердца. Хотя постоянно курят и едят много насыщенных жиров. И похоже, это из-за высокого потребления красного вина, который содержит ресвератрол. Который в другом исследовании увеличивал продолжительность жизни мышей. Вот только для необходимой концентрации ресвератрола в крови человеку нужно выпить больше 1000 бутылок вина в сутки. Ну и ученые в 90-х не учли важный фактор – питание. Вместе с вином французы в исследуемом регионе ели намного больше овощей, фруктов и злаков. Это и дало им больше сердечного здоровья, несмотря на употребление бокала другого. Сейчас нет никаких оснований считать, что вино или какой-то другой алкоголь приносит пользу. Судите сами. Употребление алкоголя увеличивает риск смертности от рака. К примеру, в США по этой причине от онкологии умирает более 21 тысячи человек в год. Пиво, вино, виски и водка приводят к гепатиту, циррозу и жировой болезни печени. Этанол бьет по поджелудочной железе, вызывая острый и хронический панкреатит. Алкогольный панкреатит – тяжелое заболевание с частым летальным исходом. Можно перечислять бесконечно, как влияет алкоголь на наш организм. Он снижает функцию почек, приводит к деменции, увеличивает риск ишемической болезни сердца. Надеюсь, что я вас не сильно напугал, потому что повышенный риск вовсе не означает, что то или иное отклонение в здоровье будет лично у вас или у ваших знакомых. Думаю, вы легко можете привести в пример людей, которые пьют всю жизнь и дожили до преклонных лет. Но это скорее исключение, чем правило. Если хотите проверить мои слова, то ссылки на исследования по всему вышесказанному в описании к ролику. Там же вы можете забрать бесплатную памятку с калорийностью различных алкогольных напитков. Это поможет выбирать менее калорийные и легче контролировать вес. Кстати, почему алкоголь не мешает похудению? Есть мнение, что спиртное блокирует жиросжигание, поэтому некоторые специалисты советуют полностью отказаться от него, чтобы скинуть килограммы. К счастью, это такой же миф, как и то, что толстеют от сладостей или что можно перегнать жир в мышцы. Если с алкоголем калорийность вашего рациона перестает быть дефицитной, вы действительно перестаете худеть. Но дело тут не в напитках вообще, а в контроле. Если вы контролируете калорийность рациона, то никакая еда и никакие напитки не могут остановить ваше похудение. Сейчас расскажу, почему отказался от спиртного аж в 2005 году. Большинство исследований о его вреде еще не было, хотя я знал, что алкоголь может привести к циррозу печени и мутациям детей. Остановило меня другое. Во-первых, спиртное задуманивает разум. Я чувствовал, что в часы опьянения не живу, а нахожусь как будто в полусне. Я не могу ощущать в полной мере то, что происходит, а значит пропускаю часть жизни и трачу время зря. Во-вторых, у меня от спиртного болит голова. Даже если я буду в день выпивать по 100 граммов вина, на третий день такого режима я чувствую себя плохо. Эти два фактора плюс то, что под действием алкоголя люди совершают очень много глупостей, о которых потом жалеют, и привело меня к трезвой жизни. Сейчас я уже давно забыл, каково это чувствовать себя пьяным. И большинство людей в моем окружении не пьют совсем или делают это в меру. А в меру это сколько? Существует ли безопасная доза алкоголя? Это сложный вопрос, потому что любое употребление связано с долгосрочными и краткосрочными рисками для здоровья. Всемирная организация здравоохранения, например, не дает универсального правила на этот счет. А вот Министерство здравоохранения Австралии сформулировало такие рекомендации. Взрослый человек может выпивать не более 10 стандартных порций алкоголя в неделю и не более 4 в день. Это значит, что максимум в неделю это бутылка вина плюс пол-литра светлого пива. А в один день без серьезного риска для здоровья можно выпить либо половину бутылки вина, либо литр пива. В любом случае это очень условные рекомендации, а для женщин я рекомендую делить это количество на полтора. Женский организм хуже расщепляет этанол. Подытожим. Вы можете пить алкоголь без вреда для своего похудения, но отменить все риски для здоровья не получится. Если отказ от алкоголя не ваш путь, то старайтесь пить реже, понемногу и обязательно с едой. Пища, особенно жирная, замедляет всасывание алкоголя и дает организму больше времени на его метаболизм. Максимально допустимое без сильного вреда для здоровья количество спиртного – 10 стандартных напитков в неделю. В пересчете на этанол это 100 граммов этанола. И чтобы не говорили вам о пользе небольших доз, безопасной дозы алкоголя не существует. Он всегда отравляет наш организм и стоит всегда помнить об этом. С вами был Андрей Невский. Будьте здоровы и подписывайтесь. На своем канале я много рассказываю о сбалансированном питании и комфортном похудении. До встречи в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok